друзья мои у меня вот есть такое давно сундучок который я привез еще с дальнего востока и сегодня я хочу поделиться с вами что лежит в этом сундуке ну во первых я хочу сказать про сам сундук что сундук сам по себе вот этот был создан для бутылки вина и двух фужеров это чешское какое-то вино и она продавалась именно вот в таком футляре такому аккуратном сундучке такой не знаю как то чего он сделан тут есть и кожаные вставочки и вот так вот он открывается такая крышечка трудно сказать какого года он выпуска но если сундук я покупал отдельно аукционе то можно догадаться сколько стоило вино и два фужера первое что хочу с вами поделиться я записываю звук сейчас потому что я забыл включить микрофон поэтому озвучиваю потом это своими значками которые остались еще советского времени ну это какой то авиационный значок ветеран труда завода имени так завода 21 какого-то для выпуска самолетов это самый первый еще у меня и когда было мне пять лет этот значок ну погоди эмалированы он сохранился это наш личный это город комсомольск-на-амуре значок 50 лет городу комсомольск-на-амуре такое раньше была мода вообще на значки были различные значки альбомы со значками с марками это платина значок платины полиграфической компании в красноярске возможно вот оттуда этот значок я там был в командировке когда-то от своей компании это авиационные значки здесь различные самолетики неправильно держу сейчас переверну вот здесь вот различные самолетики люди есть которые коллекционируют значки допустим с авиации но это простые значки цены их недорогие принципе были но с каждым годом увеличивается это значок ил-62 м аэрофлота ну тут еще есть значки как вот су-37 но не где-то наверно двухтысячных годов было так были различные выставки самолетов и вот там вот эти значки на этих выставках можно было и получать потому что вообще сложно добыть подобный значок вот далее значит у нас тоже значок памятный авиации 50 лет победы 95 год 45 95 далее значки ну оставшиеся общем там не имеющие значение ценности значки единственный ценный значок из этой серии лично для меня это вот этот ну погоди которую я помню самого детства этот значок эмалированный со значками мы разобрались теперь приступаем к основному содержимому сундука так как я раньше занимался копом коллекционированием я не занимался другие монеты это просто случайно даже не коллекция просто так выбрал тот я находил много много различных колец находил кольца и из золота и серебра и простые и вот остались у меня в коллекцию это серебро с позолотой различные кольца серебро с позолотой я думаю что это где-то 50-60-е годы именно тогда такие практиковались формы с такими камешками в основном кольца теряли люди на пляже где купались вот в основном это все найдено на берегу реки где был раньше пляж потому что люди когда купаются в воде не знаю как-то физика сжимается пальцы там кожа становится гладкой и люди делая взмахи руками плыв плывут когда теряет свои различные кольца в частности обручальные тоже значок медицинский какой-то это найденный мной с помощью металлодетектора значок надо сказать что полиэтиленах сложно так хранить его надо все-таки будет вытащить все это отдельно по моему это донорский значок от каких он лет будь готов а там ссср готов к санитарному что-то вот такому санитарному сак санитарной обороне по моему готов к готов санитарной обороне они раньше значки вот этих тридцатых годов были весьма тяжелые далее идут кольца найденные мной тоже на берегу реки у нас амур широк широкой крабу и крары река в благовещенске и вот там была очень усиленная торговля и люди купались вот это все печатки всякие кольца бручальные все это сделано самопально это из рандоля вот такие кольца из рандоля они могут быть и царского времени то есть сами пацаны могли выпускать такие кольца лить их на различных формах там выплавлять добавлять различные металлы вот интересное кольцо с оттиском орла довольно тяжелое я думаю что там присутствует бронза разумеется с течением времени вот находясь в воде она так и не изменила своих свойств не поржавела не потемнела вот кольцо тоже видите вроде как какого-то герба тоже из металла обычного скорее всего это либо бронза либо рандоль вот это обычные кольца это где-то так 70-е 50-е и возможно даже есть года и царского периода просто тогда тоже вот эти подделки различные изготавливались людьми кто не имел богатство хотелось вот так вот козырнуть это очень похоже на золото с камнем это царское времени кольцо царского времени сделано идеально вот не знаю с какого металла возможно медь там конечно присутствует раз по зеленого зеленого это зеленоватый оттенок есть вот обручалку кто-то дел из металла похожего на золото все вот это вот найденные мною кольца металл с помощью металлодетектора надо сказать что находок у меня было намного больше чем этот сундучок ну а теперь ведем к значкам которые когда-то выкапал пионерский значок застойного времени это на пилотку значок тоже застойного времени рссср значок друг друг природы это птичка нарисована до юный друг природы было такое что дети ходили охраняли природу пионеры пломба пломб находил очень много пошла торговля пломбы были и советского времени начала ссср тридцатые сороковые годы и даже были царские пломбы у меня тоже сохранить значок в лксм но не такой привычный как застойное время он очень тяжелый был на иголке и вот именно выглядел так это потом уже стали алюминиевые значки делать и ленина профиль а это вот с какой-то с какого-то материала тяжелого латунь возможно присутствовала там значок в лксм были еще кимовские значки но они весьма дорогие и мне они не попадались а вот пломба царского времени друзьям и даже герба царский что-то перевозилась какими-то купцами и все это пломбировалась вот значок застойного времени обычный комсомольский алюминиевый значок с эмалию с ликом ленина обычный таких всегда было полно но это петличка сижу в кустах и жду героев это обычная пехотная петличка застойное время а вот царская пломба вот чурин компания чурина скорее всего буква м и там чека это была такая компания благовещенский царском периоде еще одна пломба вот можно на паузе все это посмотреть так как я снимаю в 4к еще один значок комсомольский но более худшем состоянии а вот обычный значок застойного времени ленин просто ленин октябрь до значки любили в советском времени в общем там остались только такие вот пуговица маньчжурская пуговица царский период маньчжуры часто жили на территории сейчас нынешней россии пуговица тхалата женского вот еще значки ну в общем там остались только комсомольские значки и вот еще пионерский значок но он тридцатых примерно годов застойное время такого не было тоже тяжелый металл на иголки всегда готов все значков там больше нет вот еще обычный комсомольский значок но только не совсем обычного не алюминиевый он тяжелого металла но уже с ликом ленина какой-то более поздний период донорский значок вы все его прекрасно помните когда человек сдавал кровь то ему прислали вот такие значки это советское время донорский значок открываем другую шкатулочку вот мы открыли другую шкатулочку здесь цепочка нет сначала возьмем этот серебряный весь здесь только серебро это серебро старинная не знаю даже что это было какое-то колечко но на размятое такое здесь серебряные колечко тоже не могу предположить только что это может быть 20 30 может быть ранее года и подвеска но это с более современная подвеска серебро цепочка серебряная но непонятная какого года трудно предположить какой-то год может быть это учитывая плетение может быть это 90-е годы а пуговица старинная скорее всего от халата какого-то вот видите как раньше делали пуговицы это китайская пуговица до китайская пуговица серебряная раздавленная просто монета это серебряный лом но возможно что это было 10 копеечном не монет было довольно много вот 10 копеек это 30-х годов серебряная когда монеты были у нас еще серебряные потом они перевелись в никелевые монеты ну и тут всякие безделушки от часов серебряная такая вставка то есть это часы скорее всего были но из них что-то пытались сделать не знаю что кожух часов ну и так болтики не знает чего сохранены все это кладем обратно это самая большая банка с монетами у меня оставшимися здесь на банке изображено индианс и индийская кофе это банка стоила в застойное время с кофе и сублимирован настоящий порошковый 6 рублей она была довольно дефицитной то есть достать такое кофе было очень сложно вот этот настоящая банка из под этого кофе и в ней хранятся монеты сейчас я открою ее монеты разные и коллекционные такие которые сейчас копят и всякие разные по порядку это вот почему-то два жетона от которых я не могу вспомнить от чего это может быть вы сами узнаете к чему были приурочены эти жетоны может быть сочи что-то связано вроде бы нет жетона какие-то необыкновенные новые в холдере пара жетонов так это монета вставлена возможно маньчжурска может быть китайская не знаю почему он так именно здесь у меня в холдере возможно представляет какую-то небольшую ценность кто знает можете откомментировать так здесь у меня обычные монеты сейчас мы скроем эту упаковку секундочку друзья заметил что я не включил тогда микрофон поэтому я сейчас уже буду не озвучивать а говорить своим голосом уже все это были монеты какие-то новенькие совершенно монеты и по-моему это китайские монеты да это китайские монеты почему как они мне достались я уже не помню вот они в таком пакетике существует далее с этого же банки индийского кофе это у нас наши отечественные монеты которые мы видели в нашем детстве 5 копеек 61 года 61 герб и так 5 копеечные монеты те пятачки которыми мы пользовались постоянно хранятся надо было конечно и в холдера уже но они не стоили таких денег больших как раньше так друзья это монета 10 рублей 1909 года николай 2 но не обольщайтесь это не настоящая монета это китайская копия которая досталась мне где-то пять лет шесть лет назад или 7 мой мы больше мы как переехали 8 лет назад причем эта монета строго соблюдается в диаметре и строго соблюдается по весу то есть она весит столько же сколько настоящие 10 рублей золотом сейчас они стоят довольно много наверное рублей не знаю буду не буду загадывать от 45 тысяч наверное стоит если не больше одна такая монета но вот у меня есть вот такая вот замечательная копия этой монеты это вот и есть царский червонец так это у меня наверно скорее всего все монетки именно двухкопеечные друзья мои которые мы кидали в телефон когда-то в телефон вот они дорогие мои монетки телефонные монетки двухкопеечные целая гвардия в таксофон кидаешь эти монетки и кому-нибудь звонишь другу-то тратишь на это две копейки так упала туда одну банку храню конечно я вот так разделяя специальность чтоб не смешивалась номинал номинал чтоб не смешивать это монеты друзья мои всякие разные я вот даже не могу точно сказать это что-то юань алюминиевый это какая-то другая монета кто знает это нет это думал метро это 50 центов друзья мои 50 центов а это украинская монета была по моему а вот эта монета но это монета даже не могу предположить почему нас дыркой может быть даже это жетон а не монета но трудно сказать какая-то интересная так здесь тоже есть а вот интересная тоже монета индийская или китайская или это остров у них от тайваньской не знаю такие от монетки на паузу поставить и посмотрите такие вот монеты вот тоже интересная монета или жетон а вот это вот американская тоже это liberty это 25 наверное 25 центов возможно точно не могу сказать вам друзья и не разбираюсь сильно зарубежных монетах вот это точно знаю 1 евро вот это 1 евро да как то вот а вот еще одна с дырочкой монет ну как бы зарубежные от этих монет их можно даже сложить в одну уже шкатулку и перебирать просто вот тоже какая-то интересная с птичкой монета не знаю чьей страны думаю я наверное так и сделаю в будущем что просто сложу их как шкатулку иностранные монеты я буду сюда ты собираем так так далее далее у нас почему-то вот это отдельно не знаю почему обычные 10 копеек и 1 копейка а это наши уже 90 года почему их положил отдельно не знаю честно говорю совершенно не знаю почему-то туда вот они попали следующие монетки следующие монетки это вы знаете современные 50 рублей вот совершенно недавно вы такими монетами владели друзья мои 50 рублей банк россии как однако нас ошкурили какая огромная динаминация складывай вот это у нас 10 копеечные монеты застойного времени ссср друзья мои вспомните какие маленькие были десенчики они были ровно такого же калибра как и 2 копеечные монеты вот они как и 2 копеечные разных годов 10 копеек боже мой сколько за них можно было купить здесь коробков спичек сходите кинотеатр за одну монетку можно так далее это у нас десятирублевики 92 года не знаю зачем их копил 20 рублей но на будущем может останется вот некоторые нашел нашел откатом другого цвета так далее следующие монеты это у нас 15 рублей но вот это вот я специально собирал коллекцию тех монет которые вот недавно были недалеком прошлом нашим какой там год господи 2000 так 1993 боже мой уже сколько лет прошло вот они эти монеты так это какой-то жетон друзья мои жетон вместе навсегда инь-янь даже не знаю что откуда я забыл уже совершенно где-то был подарен или что вот такой жетончик так далее не знаю почему я отделил эту монету наверное потому что она белон белон ссср государственный банк и она 1991 года как раз когда нас с деньгами полностью обдурили вот она белон два металла в одной монете может быть редкая она поэтому не знаю следующее я думаю вам там не скучно смотреть это юбилейные двухрублевики 2000 2000 года здесь москва гагарин это я не знаю почему рубль туда попал два рубля банк россии это тоже юрий гагарин а это пушкин один рубль до монеты падают так а вот еще интересные монеты друзья мои одна копейка ну вот можете представить на ладони какие мелкие у нас были деньги одна копейка советского образца в руках она бы терялась если ну представьте сколько этих копеек было потеряно когда-то вот они так друзья мои поехали дальше по монетам это 15 копеечная почему такая зажеванная монета на 15 копеек вы помните камеру хранения и 20 копеек а 90 года уже после последний выпуск был застойного времени так и что у нас баночки осталось у нас баночки остался вот такой сорт сейчас я покажу вам монетку интересную юбилейную сейчас друзья вот так вот какая-то монетка 10 рублей 90 а 2011 года нет кота ракета муж кто запомнил ее так и вот еще ну конечно же куда без трех копеечных монет советского образца которым мы кидали в газированный автомат газированной воды с сиропом была вода вот ну и тут остались монетки буквально метр метро жетончик какого-то метро метро санкт-петербург да санкт-петербург метро было вот такое с металлическими жетонами вот ну и всякая дребедень недостойное внимание и так это были монет закрываем крышкой нашу к баночку для потомков еще для кого так это туда тоже сложи закрой так теперь начнем другую коробочку открывать так эту коробку мы уже посмотрели так здесь у меня а как ни странно здесь у меня находится вот такая интересная монета мне ее подарили я ее не находил это петровская так екатерининская монета прошу прощения 1773 года вот такая в патине но в патине она в искусственной это делается с помощью серной мази вот такая патина как будто по натуральным и что тут еще на затесалась и еще затесался у нас здесь а какой-то странный жетон метро не а я даже не знаю что это нба метро какой-то нба вот и лампочки советского образца три с половиной вольта там еще какая-то видно цепочка а цепочка с крестиком понятно это друзья я когда-то нашел так вот еще какой-то жетончик ну да метро почему-то их два и вот цепочка с крестиком эту цепочку я лично нашел еще по моему на дальнем вас да на дальнем востоке серебро серебро но вы видите как она чернеет это все потому что серебро не высокого качества сейчас так в церквях и продают в основном серебро билоны серебра там мало больше какого-то там другого материала но серебро все равно серебро пойдем дальше это коробочка с монетами вы уже догадались какими их раньше копили вот эти картинки билоны все не могу точно сказать какой то год а 2002 вот такая коробка с юбилейными монетами кто-то их копят собирает так вот здесь какой-то ярлычок было это ерунда так далее это китайские монеты друзья мои так все поправил так это возможно что это железнодорожная хотя тут якоря так у них раньше было принято вот это манчжурская монета это 3 копейки 24 года они полностью копировали царскую царскую монету по по размеру и по весу это китайские монеты вот эти с квадратными дырками китайские настоящие монеты неподдельные именно того времени его царская пуговица спб вот так вот такие монетки так далее почему вот эта запонка у меня я не знаю но это запонка царского времени именно на том месте где раньше царизм был вот такая вот запонка царского времени вот так вот она была закрывалась здесь тоже как бы но это ювелирская она не велико как на вам назвать это все бижутерия такая дешевенькая 70-х 60-х годов коврочка такая недостойное внимание так следующие монеты это монеты тридцать первого года наши отечественные монеты щитом мужичок и вот еще одна есть тридцать седьмого года монета 10 копеек тридцать седьмой год это просто подаренная мышка когда-то либо не помню от кого она крыска такая там специально по золото идет камень который на любом металлодетектор и дает чистый медный звук не знаю почему обычный камень здесь набор латунных монет сталинской эпохи они всегда когда находились они кс блестели как золото до 33 года вот три копейки сорок пятых а сорок девятого года прошу прощения все это сталинская эпоха это пятак николая второго 1881 года в таком плохом состоянии так дальше есть еще монетки а тоже советы ранее 31 30 и 20 сороковые года не 20 нет не 20 это дореформенные монеты так поехали дальше ну в этой коробке в общем то ничего так особо не достойно внимание вот еще одна монета стали сталинской эпохи это вот полиграфии старинные были такие буквы вырезались и иметь теснились буквы на различных папках конина это к лошадям различные украшения монета китайские даже не знаю может быть монштук вполне возможно что этому штук от ложки какой-то ключик от шкафчика вот в общем то я вам все это показывал а это у нас монета сейчас скажу я вам друзья очки одену это монета это монета 5 копеек 5 копейки 1858 что ли года такая царского периода в общем то здесь больше особо такого ничего и нет так разнобой покажу еще чтобы вас не утомлять несколько изделий которые будут весьма интересны старинный нож еще до революции такое находил здесь бронзовая ручка лезвие все уже полностью джавела а вот это клише клише общество друзей воздушного флота о dvf общество друзей воздушного флота от dvf это для тиснения в типографии чтобы печатать какие-то изделия ну где-то 30-е годы а пригласительный билет если его показать в зеркале я вам сейчас покажу то это будет пригласительный билет печатался вот на какой-то на какое-то приглашение тиснение тоже на деревянной основе тех лет немецкая нумерационная головка довольно дорогая штука то есть при каждом ударе очень жестко здесь а она меняла цифру немецкая вот такая вот головка на рублях часто вы увидели такую звездочку и здесь такой номер вот клише от какого-то станка шадринского 52 год а вот это самое главное клише которое вы видите это клише мишени которые печатали больших тиражах на различные аттракционы по стрельбе вот в общем то вот в общем то и все что я хотел вам показать такая тайна этой коробке да друзья мои хотел сказать я конечно не коллекционер мне это все принципе не так уж и нужно это коллекционеры часто вот копят подобные вещи сюда сюда поэтому если у кого-то возникнет какое-то желание приобрести этот сундук целиком вот все что есть не по запчастям как говорится пишите на ватсап друзья пока пока сундук закрывается